Рассказ Чехова пересолил Землемер Глеб Гаврилович Смирнов Приехал на станцию Гнилушки До усадьбы, куда он был вызван для межевания Оставалось еще проехать на лошадях верст 30-40 Ежели вознится, не пьян, и лошади не клячи То и 30 верст не будет А коли вознится с мухой, да кони наморены То целых 50 наберется Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? Обратился Землемер к станционному жандарму Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь А не то, что почтовых Да вам куда ехать-то? В Девкино, имение генерала Хохотова Хохотова? Что ж Зевнул жандарм Ступайте за станцию Там на дворе иногда бывают мужики Возят пассажиров Землемер вздохнул И поплелся за станцию Там После долгих поисков Разговоров и колебаний Он нашел здоровейшего мужика Угрюмого, рябого Одетого рваную сельмягу и лапти Черт знает, какая у тебя телега Поморщился Землемер Влезая в телегу Не разберешь Где у нее зад Где перед Что ж тут разбирать-то Где лошадиный хвост Там перед А где сидит, ваша милость Там зад Лошаденка была молодая, но тощая С растопыренными ногами И покусанными ушами Когда возница приподнялся И стегнул ее Веревочным кнутом Она только замотала головой Когда же он выбронился И стегнул ее еще раз То телега Звизгнула И задорожала Как в лихорадке После третьего удара Телега покачнулась После четвертого же Она тронулась С места Этак мы всю дорогу поедем Спросил землемер Чувствуя сильную тряску И удивляясь Способности Русских возниц Соединять тихую Черепашью езду С душевыворачивающей Тряской Доедем Доедем Куда мы денемся Успокоил возница Кобылка молодая Шустрая Дай ей только Разбежаться Так потом и не остановишь Но проклятущая Но проклятая Когда телега выехала Со станции Были сумерки На право землемера Тянулась темная Замерзшая равнина Без конца и края Поедешь по ней Так наверное заедешь К черту на кулички На горизонте Где она исчезала И сливались с небом Лениво догорала Холонная Осенняя заря Налево от дороги В темнеющем воздухе Выстрелились Какие-то бугры Не то прошлогодние стоги Не то деревня Что было впереди Землемер не видел Ибо с этой стороны Все поле зрения Застилала широкая Неуклюжая спина возницы Было тихо Но холодно Морозно Какая Однако здесь глушь Думал землемер Стараясь прикрыть Свои уши Воротником От шинели Никола Ни двора Ни ровен час Нападут И ограбят Так никто и не узнает Хоть и Из пушек Пали Не услышат Да и возница Ненадежный Ишь Какая спинище Это Этакое Дитя Природы Пальцем Тронет Так душа Пожалуй Вон Выскочит И морда У него Зверская Подозрительная Эй Милый Спросил Землемер Как тебя зовут Меня то Клим Что Клим Как у вас Здесь Не опасно Ли Не шалят Ничего Бог Миловал Кому Шалить Это Хорошо Что Не шалят Но На всякий То Случай Все Таки Я взял С собой Три Револьвера Соврал Землемер А с Револьвером Знаешь Шутки Естественно Плохи С десятью Разбойниками Можно справиться Стемнело Телега Вдруг Заскрепела Завижала Задрожала И Словно Не хотя Повернула Налево Куда Же Он Теперь Меня Повез Подумал Землемер Ехал Все Прямо И Вдруг Налево Чего Доброго Завезет Подлец Какую Нибудь Трущобу И И Бывают Ведь Разные Случаи В жизни Послушай Обратился Он К вознице Так Ты Говоришь Что Здесь Не Опасно Да Это Жаль Я Люблю С Разбойниками Драться На Вид Ты Худой Болезненный А Силы У меня Словно У Быка Однажды Напала На Меня Три Разбойника Так Что Ты Думаешь Одного Я Так Трахнул Что Понимаешь Богу Душу Отдал А Два Другие Из-за 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 Сибирь Пошли На Каторгу И Откуда У меня Силы Берется Сам Не Знаю Не Ведаю Возьмешь Одной Рукой Какого-нибудь Здоровилу Вроде Тебя И Сковырнешь Клим Оглянулся Неземлемера Заморгал Всем Лицом И Стегнул По Лошаденке Да Брат Продолжал Землемер Да Не Дай Бог Со Мной Связаться Мало Того Что Разбойник Без рук Без ног Останется Но Еще Перед Судом Ответит За Такие Безобразия Мне Все Судьи И Исправники Знакомы К тому Что Человек Я казенный Нужный А Вот Еду В Начальство Известно К начальству Так и глядят Чтобы мне Кто-нибудь Худа не сделал Сам Понимаешь Человек Большой Важный Везде По дороге За кустиками Урядники Досоцкие Понатыканы По 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 Стой Заорав Друг Землемер Куда же Ты Выехал Куда Ты Меня Везешь Да Нечто Не Видите Лес Действительно Лес Подумал Землемер А я То Испугался Однако Не нужно Выдавать Своего Волнения Он Уже Заметил Что я Трушу Заметил Отчего Это он Стал Так часто На меня Оглядываться Наверное Замышляет Что-нибудь Раньше Ехал Еле 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 Нога За ногу А теперь Ишь Как Мчится Послушай Клим Зачем Ты Так Гонишь Лошадь Я Ее Не Гоню Сама Разбежалась Уж Как Разбежиться Так Никакими Средствами Ее Не Остановишь И Сама Она Не Рада Что У Ней Так Ноги Врешь Брат Вижу Что Врешь Только Я Тебе Не Советую Так Быстро Ехать Попридержи Лошадь Слышишь Попридержи Товарища Надо Чтобы Они Нас Догнали Они Обещают Догнать Меня В этом Лесу С ними Веселей Будет Ехать Народ Здоровый Коренастый У каждого По пистолету Что Это Ты Все Оглядываешься И Движешься Как На Иголках А Я Брат Того Того Брат На Меня Нечего Оглядываться И Смотреть Нечего Интересного Во мне Ничего Нет Разве Вот Реварверы Только Землемер Сделал Вид Широется В карманах И В это Время Случилось То Чего Он Не Мог Ожидать При Всей Своей Трусости Клим Вдруг Вывалился Из Телеги И На Четвереньках Побежал К чаще Караул Караул Заголосил Он Во весь Голос Караул Бери Окаянные Лошади Телегу Бери Только Не Губи Ты Мою Душу Караул Послышалось Скорое Удаляющиеся Шаги Треск Хворост И Все Смолкало Землемер Не Ожидавший Такого Реприманда Первым Делом Остановил Лошадь Потом Уселся Поудобнее На Телеге И Стал Думать Обдержал Испугался Дурак Ну Как Теперь Нам Быть Самому Продолжать Путь Нельзя Потому Что Дороги Не знаю Не ведаю Да и могу Да и могут Подумать Что я У него Лошадь Умыкнул Как быть Клим 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 Ответила Эха Клим Голос Эха Удалялась От мысли Что ему Всю ночь Придется 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 Придеть В темном Лесу На холоде И слышать Только Волков Эхо До фырканья Тощей Кобылки Землемера Стало Коробить Вдоль Спины Словно Холодным Терпуном Климу Климушка Закричал Он Голубчик Где ты Климушка Мой Дорогой Часа Часа Два Кричал Землемер И только После того Как он Охрип И помирился С мыслью О ночевке В лесу Слабый Ветерок Донес До него Чей-то Стон Клим Это ты Голубчик Поедем Убьешь Да я Пошутил Голубчик Накажи Меня Господь Пошутил Какие У меня Реварверы Это я От страха Врал Сделай Милость Поедем Мерзну Клим Сообразил Вероятно Что Настоящий Разбойник Давно Бы Уж Исчез С лошадью И телегой Вышел Из леса И нерешительно Подошел К своему Пассажиру Ну Чего Дура Испугался Я Я Пошутил А ты Испугался Садись Бог С тобой Барин Поворщал Клим Влезая В телегу Если Б знал И за Сто Целковых Не повез Чуть Я не Помер От страха Клим Стегнул По лошаденке Телега Задрожала Завизжала Клим Стегнул Еще раз И телега Покачнулась После четвертого Удара Когда телега Тронулась С места Землемер Закрыл Уши Воротником И задумался Дорога И Клим Ему Уже Не казались Опасными